Добрый день, друзья! С вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим очень такое хорошее сражение на танке Super Conqueror. И в данном видео, конечно, сообщу вам разнообразные новости. Напомню вам, друзья, что еще идет акция в два раза больше опыта за все победы, не только за первую, а вообще за все победы, что позволит вам гораздо быстрее сейчас прокачиваться. Так что крайне рекомендую играть, если есть, конечно, время на это. Далее, друзья, сейчас идет голосование по танку, который будет по скидке в июне, как время быстро все-таки летит. И, собственно, тут три танка, Объект 268, Мантикор и АМХ 50Б. Как вы можете видеть, шансов выиграть у Объекта 268 практически нет, конечно, если не вмешается какой-то блогер. Ну, собственно, тут ясно, что с большей вероятностью выиграет АМХ 50Б, но хотя у ИМантикоры шанс выиграть тоже есть. Вообще танки, наверное, не самые интересные, на мой взгляд, хотя кому-то, возможно, они нужны и даже очень нравятся. Так что вы можете еще повлиять на голосование, заходите на форум, ссылочку, может быть, не забуду прикрепить в комментариях или там в описании под видео. И, собственно, можете повлиять на результаты. Далее, друзья, по поводу нашумевшего танка, который, конечно, уже, я думаю, все практически знают. Это вчерашний танк Объекта 780. Собственно, танк на самом деле является ракетным, то есть, посмотрел я информацию по этому танку, действительно, на самом деле, танк вообще, ну, в рядности делался как ракетный танк. Ну, а сами понимаете, что такое ракеты, что такое ПТУРы, они сейчас, например, кошмарят в БДЦ всех, и, собственно, там эта жесткая имбочка в основном, ну, по крайней мере, еще та заноза в жопе. В реальности же, в общем-то, Объект 780 оснащался орудием 125 мм, это пушка-пусковая установка, то есть, по сути, ну, она может стрелять и обычными снарядами, и ракетами, и, в принципе, было бы, конечно, гораздо интереснее, если бы такой танк выкатили. Но нам выкатывает, как я понял, все-таки обычную версию Объекта 780, что странно, хотя, в принципе, это не новость в нашей игре, например, тот же ТС-49 в нашей игре, он тоже оснащался ракетным орудием, но в нашей игре его нету. Хотя, в БДЦ, в младшем, братья ПТУРы уже есть. Сами же разработчики уверяют, что, ну, ракетных танков не будет в World of Tanks, по крайней мере, в этом году. Они считают, что, как они написали, что, типа, ракетные танки, это, ну, не подходит под нашу игру, типа, у нас, ну, игра про танки, а не про ракетную технику и так далее. Ну, странное заявление, учитывая то, что у нас и колесники есть, хотя, ну, в общем-то, это тоже не совсем такие классические танки. У нас там Арта есть, у нас ПТ-САУ есть, и тут разработчики такое говорят, хотя в смежном проекте ПТУРы у них присутствуют. На мой взгляд, это все, ну, какая-то, не знаю, прохинация чистой воды. Скорее всего, разработчики добавят все-таки ПТУРы, ну, может быть, не сразу, там, может быть, через годик, но, тем не менее, они будут в нашей игре. Хотя, это, конечно, чисто мои домыслы, естественно, официально пока что такой информации нету. Ну, вообще, у нас много танков, которые можно превратить в ПТУРы, которые возят ракетное вооружение. А вот, кстати, для вас еще одна новость, друзья, собственно, вот такой вот танчик, вы можете видеть его на своих экранах, засветился вчера. Конечно, не исключаю, что это может быть какой-то фотошоп, но также хочу напомнить вам, что еще в прошлом году разработчики проговорились о том, что в игру хотят добавить новые колесные танки Британии. Да и, в принципе, ну, ветка колесных советских танков тоже набирается очень просто, там, ну, вообще, нефиг делать ее набирать. А сейчас в игре некоторый дефицит, как сами, опять-таки, разработчики отметили танков, то есть, уже не так много танков есть для добавления в игру. Да, их еще на несколько лет хватит, там, всяких разных, но вот на ветке на целые далеко не всегда набирается. А тут, вот, собственно, советские танки набираются и колесные танки, так что вполне вероятно, что в скором времени нас ждет новая ветка колесных танков, скорее всего, британских. Далее хотел бы напомнить о некоторых танках, которые уже давно, ну, в общем-то, планируются для выхода в нашей игре. Давайте начнем с К-91-2. Разработчики, в общем-то, пока еще не говорят, за что конкретно данные танки будут, но, в общем-то, интересно, данные танки к выходу готовятся в этом году. Ну, и, друзья, хотел бы напомнить вам, что вы можете выиграть золото в этом видео, как всегда, в общем-то, разыгрывается голда, вам всего лишь нужно досмотреть данное видео до конца, а также поставить лайк и подписаться на мой второй игровой канал, где проходят голдовые стримы и также разыгрываются премтанки. Так что, друзья, не пропустите такую возможность, подписывайтесь и выигрывайте голду еще и под этим видео. А также рекомендую сайт ВотКит, где ежедневно, бесплатно, раздается абсолютно бесплатно 5000 золота. Базнословная халява, которой стоит воспользоваться. Также на данном сайте, используя мой промокод, вы получаете хороший бонус при пополнении. А также на данном сайте самые крутые премиум танки и очень даже хорошая вероятность выиграть их. Также, ко всему прочему, данный сайт интересен будет тем, что вы можете пригласить товарища, например, какого-нибудь и, в общем, получите за это золото. Итак, друзья, следующий танк, это у нас Объект 752. Это у нас советский танк, который был представлен в этом году, уже довольно-давно, хотя, возможно, его еще в прошлом году, в конце года предоставили, я уж точно не помню. Но, в любом случае, данный танк, конечно, очень сильно был понерфлен и ничего хорошего от него практически и не осталось. Что, конечно, немножечко разочаровывает, потому что, ну, изначально танк-то был весьма таким перспективным, то есть, у него был барабан на три снаряда. Ну, и сейчас есть, но орудие слишком сильно понерфлено. Данный танк, скорее всего, готовится как, в общем-то, такая вот очень несложная в получении машина, потому что зачем ее так сильно занерфливать. Да-да-да, друзья, еще вчера, в общем-то, появилась такая новость, но еще раз напомню вам, что появилась такая колонка в личном кабинете, можно указать дату рождения. И с очень большой дозой вероятности можно утверждать, что не просто так данная колонка появилась. Скорее всего, если указать свою дату рождения, ну, можно фейковый, наверное, указать, на самом деле, вряд ли кто-то будет проверять. Но, в любом случае, в этот день вам, наверняка, Wargaming может что-то подарить на день рождения. Конечно, опять-таки, некоторые сомнения по поводу того, что там будет что-то прям суперкрутое, но, может быть, хотя бы что-то будет. Итак, новая девятка, UDIS-03, AL-3. На самом деле, танк, ну, на мой взгляд, не супер, а прям крутой. То есть, тут большие вопросы к башне, которая будет ли танковать, потому что очень сильно, в общем-то, эффективность данного танка будет зависеть от того, насколько крепкая у него будет башня. Ну, и насколько хорошее орудие, потому что это, естественно, танк, который в основном отыгрывается от неровной местности. А следующий танк до сих пор смотрится весьма добротно. Это Concept 1B. На самом деле, вполне добротный танк. Конечно, у него есть свои недостатки, хотя явных недостатков я пока что не вижу. То есть, у него и ДПМ довольно добротный, у него хороший УВН, даже очень хороший, минус 10 градусов. У него неплохая АЛФА, 400, 258 пробития, 310 пробития на голде, вполне нормально. Ну, и броня в башне имеется. То есть, пока что получается весьма добротный танк. Ну, по крайней мере, сейчас он так выглядит. ДАДИ СУ-152К на данный момент наиболее вероятно, что данный танк будет подарком ДАДА ветеранов в 2020 году. То есть, те игроки, которые сыграли достаточное количество боев, хотя, конечно, не факт, что будут бои учитываться в прошлый раз, не учитывались, но я считаю, что вполне вероятно в этом году количество боев будет учитываться, потому что, ну, раздаривать всем танк 8 уровня будет не совсем, наверное, выгодно для разработчиков. Хоть танк и не является, наверное, супер прям имбовым, но и плохим точным не является, потому что тут все-таки пушка с огромным бронепробитием, значит, можно хорошо фармить. СТРВК тоже, на мой взгляд, добротный танк. Наверное, ну, чуть-чуть пониже уровнем, чем Концепт 1Б, но тоже весьма хороший, потому что тут башня очень крепкая, тут динамика неплохая, тут имеется очень крепкая броня в целом, ну, немаленький запас прочности, хороший УВН, хорошее орудие. В общем, получается добротный танк, и, на мой взгляд, может он стать весьма таким интересным. Проджек 4.1, это, собственно, танк с задненью и фронта. Ну, в общем, в любом случае, из всех трех танков, мне больше всего нравится Объект 777, вариант 2. Вот этот танк пока что остается загадкой, то есть, для меня лично, то есть, по характеристикам он не выглядит столь имбовым. Ну, а Фейс 1, я думаю, все отлично знают. Ну, и последний танк, который готовится к выходу, это Лорейн 50 тонн. Вот по этому танку вопросов хоть отбавляй. Я лично жду апы этого танка, потому что на данный момент, несмотря на некоторые его плюсы, у него слишком низкий ДПМ, прям совсем низкий. При этом орудие тоже не отличается, ну, остальными хорошими какими-то характеристиками. Да, там, в целом, АДФА там неплохая бронепробитие, более-менее там броня имеется, динамика. Но 1668 урона в минуту. Это что, ошибка какая-то? Это все-таки не танк с 7-го, 8-го уровня с таким ДПМом. Так что он нужен АПДПМ, понятно, что у него там высокое основное бронепробитие. Но, блин, хотя бы 2000, блин, да, потому что 1600 это вообще никуда не годится. Даже, в общем-то, учитывая такую АДФУ, хотя тут и АДФА-то не особо большая. И на этом все, друзья. Спасибо большое, что досмотрели данное видео до конца. Желаю вам всего хорошего, удачи вам.